Здравствуйте, уважаемые зрители! Благодарим, что заглянули на канал Про Цветок. С вами сегодня я, Пашкевич Анна, и в своем видео я расскажу о том, как подготовить качественную и теплую грядку для выращивания огурцов. Огурец относится к теплолюбивым тыквенным культурам, которые плохо реагируют на пониженные температуры, холодную почву, кислую почву и тяжелую почву. Поэтому, пока у вас растет рассада и температура в мае повышается, самое время для того, чтобы подготовить огуречную грядку. Для этого вам понадобится снять плодородный слой вашей земли, минимум на 30, лучше на 40 и даже на 50 см. После этого слоями необходимо проложить органику. Например, в качестве дренажа использовать ветки. Этого года, прошлогодние, неважно. Также допустимо использование и закладывание бумаги, картона, органики в виде пищевых отходов, либо органика из вашей компостной ямы, опилки, сена, солома. Также хорошо будет закладывание навоза. Например, конский навоз или кроличий навоз. Допустимо использование коробьего двухлетнего перепревшего навоза. Совсем нежелательно использовать козий или свиной навоз. После того, как вы слоями проложили вашу органику, необходимо это все по возможности просыпать зеленой травой, которая уже начала пробиваться. Также для ускорения процесса перепревания вашей органики, необходимо в почву добавить по возможности микробиологические препараты. Хотя бы на основе триходерма. После этого все хорошо пролить, размешать ваш плодородный слой по возможности один к одному с верховым торфом, засыпать вот этот вот слой органики. Если температура воздуха 10-15 поднимается до 14 градусов, то вашу грядку желательно накрыть темным материалом, например, с панбондом или агроволокном. Если не накроете, это будет не беда. Также в качестве профилактики почвенных насекомых можно вносить диатомиты, циолиты, в том числе цион. Если под рукой не найдется этих средств, то можно воспользоваться толченой яичной скорлупой. Как действуют эти вещества? Они прилипают к брюшкам насекомых, и за счет этого они их как бы режут, и насекомые от иссушения погибают. После того, как вы сформировали огуречную грядку, при перепревании органики будет выделяться, во-первых, тепло, во-вторых, будет выделяться дополнительное количество углекислого газа, а мы знаем, что углекислый газ – это питание для растений. Также огурцы будут получать ту необходимую органику, на которую они хорошо откликаются. Если вы планируете использовать впоследствии в качестве подкормок органические удобрения, то можете свою грядку сверху просыпать золой. Если вы будете переводить свои огурцы на минеральные подкормки, то можно внести небольшое количество органоминеральных или комплексных минеральных удобрений. И будьте уверены, что именно с такой грядкой вас ожидают хорошие урожаи огурца. На этом я заканчиваю свое видео. В комментариях пишите о том, как вы готовите свои грядки для огурцов и делитесь секретами высоких урожаев. Спасибо и до свидания! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Алексею Дубровскому!